Заканчивая первый урок, вспомним, что мы знаем об аналого-цифровом и цифро-аналоговом преобразовании. Все-таки все операции ввода-вывода графики так или иначе сопряжены с этими преобразованиями. Свет, который мы видим и который долго разбирали в предыдущем модуле, имеет аналоговую природу, то есть непрерывный. И если смотреть применительно к количеству информации, которое нам предстоит обрабатывать, бесконечно подробный. Заметьте, я назвал свет сигналом. Это очень удобно представлять получаемую нами информацию в виде сигнала, то есть его можно представить функцией от времени или пространства. Вот, например, наши глаза считывают то, что они видят при помощи определенных рецепторов, колбочек и палочек. Если не вдаваться в подробности, о которых мы говорили в первом модуле, то можно считать, что каждый отдельный рецептор передает сигнал в мозг и является функцией интенсивности излучения, поступающего в данное место, где расположен этот рецептор, в определенном диапазоне спектра, от времени. Совсем рядом может быть расположен рецептор, принимающий излучение в другом диапазоне, и он может давать совсем другие уровни интенсивности. То есть в один момент времени, практически в одном месте, мы получили информацию об интенсивности в двух областях спектра, например, красный и синий. Если добавить туда третий, например, зеленый, то получим полную информацию о цвете в данной точке. То есть мы получили непрерывный поток света и преобразовали его в непрерывный сигнал. Это аналоговая система. Нам же предстоит работать с компьютером. У него вся обработка, передача и хранение в цифровом виде. Раз так, то разберемся, какие вообще бывают сигналы. Насколько мне известно, они бывают трех типов. Аналоговые, дискретные и цифровые. Аналоговые непрерывные во времени. Но определены в любой момент времени и сам уровень сигнала может принимать любые значения в допустимом диапазоне. Дискретные сигналы имеют значение в конкретные моменты времени. Их называют отсчетами. При этом уровень сигнала все так же принимает значение из непрерывного диапазона. А цифровые сигналы, они дискретны и по времени, и квантованы по уровню. Вот что это за слова такие, дискретные во времени и квантованные по уровню. По сути, речь идет о том, что в аналоговом сигнале все непрерывно. Мы можем сколь угодно часто интересоваться уровнем сигнала и сколь угодно точно его измерять. Вот две оси время и уровень сигнала. Теперь разделим время на дискретные отсчеты. Эта процедура называется дискретизацией. Не путайте с дискредитацией. Смысл здесь придать дискретность, то есть нарушить непрерывность. Например, у нас датчик не может сколь угодно часто измерять сигнал. У него есть какая-то максимальная частота, выше которой он не умеет делать измерения. Ну или мы не можем чаще записывать. Вот представьте, пишите вы лекцию, вам лектор говорит, запишите определение, только точно запишите, ничего не перепутайте. И как начнет с круговоркой. Вы, конечно же, не успеете, потому что у вас есть определенная максимальная скорость записи. Получится запись с неточностями, то есть с ошибками. Так вот, дискретный сигнал это такой же аналоговый сигнал, только который мы можем измерять лишь в определенные моменты времени. Эти моменты времени называются отсчетами, а уровень сигнала как был величиной непрерывной, так и остался. То есть мы все еще можем измерять его сколь угодно точно. Но компьютер не умеет работать с непрерывными сигналами. Не с непрерывными по времени, не с непрерывными по уровню. Ему исключительно дискретный подавай. Поэтому нам остается только один вид сигналов, цифровой. Цифровой сигнал это когда мы в каждом отчете времени определяем уровень сигнала по дискретной шкале. Вот например, успеваемость. Мало того, что измеряют ее преимущественно в сессию, ну в вузах обычно два раза в год, в вышке четыре раза в год, так еще и шкала оценок дискретная. Вот вы решали тест из 100 вопросов, ответили на 94, а сосед ваш по парте на 75. Если шкала 10-балевная, то при обычном округлении вы получите 9, а ваш сосед 8. Ну реально-то разница существенно больше, чем записали в ведомость. Это ошибки квантования. Они добавляются к ошибкам дискретизации. Вот например, вы могли прогулять пару недель, никто не заметил, а если бы там проводился такой же тест, то он бы показал ваше отсутствие, был бы ноль. Согласитесь, это несколько изменило бы картину успеваемости. Впрочем, не будем о грустном, вернемся к сигналам. Итак, чтобы преобразовать сигнал из аналоговой формы в цифровую, производят две операции, это дискретизация и квантование. Дискретизация бывает по времени и пространству. Например, оцифровывая звук, мы производим дискретизацию по времени, а оцифровывая изображение дискретизацию в пространстве. Если дело дойдет до захвата видео, то будет дискретизация и по времени, и в пространстве. В данном случае по времени мы будем делить записи на кадры, например, 25 кадров в секунду, а по пространству на пиксели, например, там 640 на 480. В случае со звуком, амплитуда звуковой волны измеряется, например, 44100 раз в секунду. Это стандартная частота дискретизации компакт-диска. Второй процесс – это квантование. Мы в каждом отсчете, по-английски это называется сэмплом, то есть образцом, измеряем уровень сигнала. С сигналом вообще сделать что-то сложно, раз уж ждали конкретное место, ну, скажем, на синусоиде, вот чего же его не измерить. Вот представьте, спросят вас, а какое значение синуса? Что ответить? Ну, от минус единицы до единицы, где-то там он. А если спросить, а какое значение синуса пи пополам? Вы посмотрите на график, а там все ясно. Вот пи пополам, смотрим, где там кривая, она в единице. Это такое удачное измерение, место для измерений пи пополам, для синуса. А вот если будет хотя бы чуть в сторону, получится дробное значение. Компьютеру нужна дискретная шкала. В итоге мы поступаем следующим образом. Мы делим весь диапазон измерений на определенное число дискретных уровней. Сколько будет этих уровней, это зависит от того, сколько мы выделим памяти для записи одного отсчета. Например, мы хотим знать, включен или выключен свет. Нас не интересует его яркость. Если свет включен, то яркость выше определенного предела, если выключен, то ниже. И для этого нам не нужно много памяти. Два состояния кодируются одним битом. Например, 0 свет выключен, 1 свет включен. То же самое при сканировании текста. В каждой отдельной точке листа с текстом возможно два значения. Белый лист и черная краска. Все промежуточные значения нужно округлить до этих двух. Если этого мало, то нужно выделить больше памяти. Например, 2 бита. Количество вариантов 2 в степени n. То есть для n равно 2 будет 4 уровня. Это позволит передать некоторые полтона, но в целом для фотографии это будет маловато. На самом деле для фотореалистичных изображений используют по 8 бит на каждый канал. То есть по 256 значений. Про глубину цвета мы еще поговорим в этом модуле. Пока итоги. Дискретизация определяет количество отчетов, то есть измерений сигнала. А квантование – количество уровней, которые мы можем различать при каждом таком измерении. Все это вместе определяет, сколько памяти будет занято для записи сигнала. Вот два простых примера. Первый – это звук. Все же слушают музыку, у всех есть какие-нибудь наушники или какая-нибудь звуковоспроизводящая аппаратура. Ну, хотя бы телефон. Что мы знаем про те файлы, в которых хранится музыка? Мы их называем mp3. Но это про алгоритм сжатия. Про это мы будем говорить в следующем модуле. Правда, про графику, а не про музыку. А изначально, какой сигнал был записан в эти файлы? Если посмотрите свойства файла, то вероятнее всего увидите, что там указано 2 значения. Это те самые дискретизации и квантования. Дискретизация указывается значением частоты отсчетов, и обычно это 44100 отчетов в секунду, измеряют ее, как и любую частоту, в герцах. А квантование измеряют просто в битах, которые тратятся на каждый отсчет. Обычно это 16 бит, то есть 44100 раз в секунду при воспроизведении формируется сигнал на шкале 65535 уровней. В случае с изображением дискретизация определяется таким параметром, как разрешение. Это еще один термин, который мы в подробностях разберем позже в этом модуле. Суть в том, что на одном и том же расстоянии можно сделать больше или меньше замеров. Чем больше замеров, тем подробнее мы описываем изображение, но и больше тратим памяти. Квантование непосредственно связано с глубиной цвета, поскольку определяет количество промежуточных значений в каждом канале. То есть про изображение вы вряд ли услышите что-нибудь в терминах квантования и дискретизации. Вы скорее будете рассуждать о них в терминах разрешения, глубины цвета. Это как-то ближе к физической их сути. Квантование, применительно к изображениям и видео, это часто употребимый термин для тех, кто изучает алгоритмы сжатия. Поэтому он нам пригодится в следующем модуле, но в несколько ином значении, чем я сейчас описал. Почему я вспоминал про звук? Вроде он как к компьютерной графике не относится. Зато на звуке удобно показывать что-нибудь. Он, как ни странно, нагляднее изображений, поскольку в явном виде представляется сигналом. Вот я упоминал частоту дискретизации 44100 Гц. Откуда она такая? Почему не 20 тысяч, не 30 тысяч, или сколько-нибудь еще? Вспомним, какие частоты мы относим к слышимым человеческим ухам. 16 Гц, 20 кГц. Верхняя частота 20 кГц. А помните, в первом уроке прошлого модуля, когда говорили про спектор, я говорил, что благодаря частотному уплотнению удается в один провод пускать несколько телефонных разговоров. Это же какая экономия. А знаете, что было, когда до этого еще не додумались? Вот такая была картина, это телефонная станция. Кому же это понравится? Так вот, когда развивалась телефония, то остров стал вопрос об уплотнении сигналов. Теоретический предел уплотнения сформулирован в теореме Котельникова, из которой следует, что для восстановления сигнала нужно, чтобы частота дискретизации в два раза превосходила верхнюю частоту спектра дискретизируемого сигнала. Это теоретический предел. Если вы собираетесь записать сигнал с частотами до 20 кГц, то нужно при его оцифровке измерять его хотя бы 40 тысяч раз в секунду. Это же правило действует и для графики. Вот классические примеры. Возьмем полосы. Представьте себе два объекта поблизости. Между ними пустота. Вот две полосы, между ними белый экран. Если на одну полосу есть два пикселя, то в одном пикселе помещается черная полоса, а в другом белый экран, который отделяет ее от соседней полосы. А если меньше двух пикселей, то кому-то не хватит места. Будем говорить о разрешающей способности, вернемся к этой теме. Другой классический пример уже из видео. Вы же тоже видели кино, когда телега едет в одну сторону, а колеса в ней крутятся в другую. Как-то странно это выглядит, как они так сняли. Оператор совершенно не хотел такого эффекта. Он тут вообще не виноват. Все дело в том, что колеса крутятся довольно быстро. Вдобавок у них есть спицы, которые так и мельтешат. Кинопленка идет с определенной скоростью. 24 кадра в секунду. И тут опять возникает тот самый предел. Только теперь он выражен в градусах. Поворота колеса за один кадр. И на этот раз нам не хватает частоты кадров, чтобы запечатлеть ход спиц колеса. Они просто перескакивают кадры. Уходит одна спица, рядом с ее предыдущим расположением оказывается соседняя, но чуть не доходя. И так далее. Отсюда есть ощущение, что колесо движется в другую сторону. Следующие два урока мы будем знакомиться с различными видами графики. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok